Администрация Балаковского района на протяжении полугода готовилась заявка по созданию особоэкономической зоны технико-менедренческого типа. Были унесены изменения в генплан Бак-Патрукского муниципального образования, схему территориального планирования Саратовской области. На прошлой неделе проведены публичные слушания по проекту планировки земельного участка. Документы нами полностью сформированы и заявка отправлена в правительство Саратовской области. Ожидаем, что на текущей неделе документы уже поступят от правительства, сводная заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации. К нами был выбран участок площадью 53,8 гектара, который располагается между Северсталью и ВИТС-4. Он характеризуется как гринфилд, то есть свободен от построек с удобным расположением коммуникаций. По нему проходит газопровод, две высоковольтные линии, одна подбрежением 110 кВт, другая 220 кВт. В посредственной близости проходят железнодорожные пути. И также имеется возможность подключения к водоснабжению или на Северстале, или на ТЭЦ-4. С учетом того, что она у нас является особой экономической зоной техники внутреннического типа, то предполагается, что на ее площадке будут расположены предприятия, которые занимаются эмоционной деятельностью, в том числе по созданию программных продуктов, по хранению, обработке, передаче баз данных. Учитывая, что наш город является мощным энергетическим центром, то, наверное, логично было бы предположить, что на этой площадке можно было бы расположить энергоемкие производства и установить энергоемкое оборудование. Еще с учетом того, что по данному участку, как я уже говорил, проходят две высоковольтные линии, что в дальнейшем при подключении к ним позволит снизить тариф примерно на электроэнергию до 3 рублей, в отличие от сложившегося у нас по городу в среднем где-то в районе уже 7-8 рублей за киловатт в час. Ну, как одним из примеров, можно предположить, что здесь можно было бы разместить дата-центры, IT-центры предприятий по обработке больших баз данных, по разработке блокчейн-платформ, по разработке и внедрению облачных информационных технологий. То есть у нас город, энергетический город с большими частями, дали сейчас возможность создания уникальных возможностей по созданию дата-центров и, соответственно, привлечения IT-специалистов на территории города Волокова. Это как новый, современный подход. Поэтому я прошу предложить для всех инвесторов всего сегодняшнего закона о сохранении данных, создание национальную экономическую зону с учетом налоговых преференций, создание дата-центра и привлечения всех компаний, желающих в силу того, что у нас и климатические условия, и экономические условия позволяют создать очень большой дата-центр для всех компаний и привлечь максимальное количество IT-специалистов и практически сделать так, и взлойные. Продолжение следует...